В светлый праздник Крещения Господня табличка «Купаться запрещено» теряет свою актуальность. Начиная с позднего вечера 18 января и на протяжении всего светового дня 19-го здесь, на Калиновском пожарном пруду, как и еще в 10 местах по всему Ленинскому району, будут организованы естественные и искусственные купели, где люди смогут совершить обряд омовения. Все 11 мест сотрудниками территориального отдела были осмотрены. На момент содержания территории в надлежащем состоянии, в данный момент подходы к местам купания очищены до твердого основания, чтобы людям было комфортно подходить к купелям. Крещенские обряд омовения ежегодно совершают миллионы людей. Многие утверждают, что после никогда не болели, даже если на этот день выпадали морозы. Однако, по мнению врачей, занятие это очень опасное, особенно для тех, кто страдает хроническими болезнями. Сердечно-сосудистые и кожные заболевания, гипертоническая болезнь, проблемы с дыхательной системой. Все это противопоказания для ныряния в прорубь. Все говорят, вот после купания мы прилив сил, бодрости, энергии, на самом деле это стюмив. Это стрессовая ситуация для организма, потому что вырабатывается большое количество адреналина. Это защитная реакция для того, чтобы не произошло серьезного сбоя в иммунной системе и вообще во всех органах. В этот день лучше, во-первых, осветить воду в доме. Можно вечером принять контрастный душ, если уж очень хочется как-то понизить температуру водного режима. Но все равно, если есть у кого-то какое-то желание, перед этим нужно проконсультироваться обязательно с участковым терапевтом. А для тех, кто в крещение все-таки решится, окунуться в Иордань. Сотрудники МЧС создадут все условия, чтобы сделать это было максимально безопасно для жизни и здоровья. Все места для купания оборудуют спасательными элементами и пунктами обогрева. Но важно и самому знать некоторые основные правила поведения в таких условиях, дабы избежать неприятных последствий. Может произойти падение обморок или предобморковое состояние. В этой связи, конечно, надо сгруппироваться, расставить руки в стороны, чтобы тебя могли подхватить. Естественно, подать сигнал о помощи криком, голосом, взмахами рук, чтобы рядом, кто будет находиться обязательно, ответственные должностные лица могли с помощью веревок вытащить наружу и сразу обтереть, обогреть, одеть сухую и теплую одежду. Ну и, конечно, не стоит заниматься самодеятельностью. Если решили нырять в прорубь, то делать это надо только в специальных местах, со списком которых можно еще раз ознакомиться на сайте администрации Ленинского района. Нередки случаи, когда люди частным образом вырубали купель, окунались и заканчивалось такое купание трагедией.